Вы знаете, вот если в одном комнате собирают 10 юристов, они по одному вопросу высадят совершенно прямо противоположные противоречия друг другу определения и будут все правы. Все будут правы. Поэтому, когда готовится резолюция какого-то общественного мероприятия, надо всегда помнить о том, что это не собрание юристов и не юридическая коллегия какого-то органа. Тут ставятся принципиальные постановки. Это хорошо или плохо? Это надо народу или не надо? А механизм реализации этих постановлений, если мы будем подсказывать, как, что это делать по пункту, по пункту, вот эта полутораспредельная резолюция превратится в веститомный труд. Понимаете? Поэтому здесь принципиальные позиции ставятся. Вот есть две принципиальные позиции, я услышал. Вот, допустим, есть позиция Нагира Микирова, который говорит, что он принципиально против пункта А и Б, потому что он считает, что закон о реабилитации жертв политических конгрессов в Украине, он так тоже юридически ничтожный, как и тот, который предлагается Мустафор. И он не решает проблем реабилитации конкретных людей. Это одна позиция, это его позиция. Есть другая позиция, да, допустим, которую высказал Гумер Чабана. Вот, нет, эти пункты абсолютно справедливы, правильно, своевременно поставлены, и надо учитывать существующее правовое поле и стараться его модернизировать таким образом, чтобы оно максимально служило в том числе и интересам городских татар. Вот по этим вопросам надо определяться. А то, что там, допустим, так слово сказано, или это стало, это не соответствует таким правовым понятиям и так далее, вот когда мы будем проект какого-то закона писать, вот мы это делали, кстати, когда разрабатывали именно проект закона, о восстановлении прав и реабилитации жертв политических репрессий, там, да, и тогда мы взяли, вот, попросили того же нашего уважаемого депутата, которые, например, умировалось у фавшего здесь, и они, в общем, группа интересов, каждое там определение, так сказать, выверено с точки зрения учета права и так далее, и так далее. Это было оправданно, поскольку это был проект закона. А это всего лишь резолюция собрания, которая высказывает свою точку зрения на ту или иную проблему. Вот с учетом этого я прошу, так сказать, определяться, когда будем мы давать оценку документам. Вопрос. Да. Здравствуйте. У меня вот суть, как говорится, с дискуссией непонятна, по одной причине. Вот у нас, за спиной, требуем принятия закона восстановления права. То есть, и, причем здесь вот это вот, несять изменений, если вы поставили перед собой ту задачу, назовем цена... Отвечаю, 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 почему. Это примерно то же самое, вот давайте заблудимся вопросом, почему в Российской Федерации на основании декларации о признании преступными, незаконными, репрессивных актов и тех же постановлений и решений Верховного Рада 90-91 года был принят не один закон, закон о репрессивных народах, а был еще принят закон другой, о репрессивных жертв политических репрессий, в том числе предполагавшиеся и репрессии по национальному признаку. Потому что закон о реабилитации репрессивных народах касается восстановления коллективных права от нас. То есть, это территория, это государственность, это топонимика, то есть, то, что касается всех нас. Вот это регламентируется законом о реабилитации репрессивных народов. А что касается конкретных людей, которые пострадали в результате вот этих вот репрессий, он описывается другим законом, который называется о реабилитации жертв политических репрессий. И он расписывает конкретно каждому человеку, что положено в результате этих репрессий. В 1924 году репрессивны? Совершенно верно. Поэтому, здесь у нас вот идет подмена понятий или смешение понятий. В Украине принят какой-никакой закон о реабилитации жертв политических репрессий. Который касается реабилитации конкретных людей. Но даже принимая этот закон, как Надир Бей говорит, что он не решает всех проблем, потому что он предполагает максимум в этот счет там 600 барсов. Но кроме материальной стороны вопроса, есть еще морально-этическая сторона. Поскольку каждому человеку дается документ, что он реабилитирован, что он был незаконно подвергнут репрессий явно. Этот документ стоит гораздо больше тех 100 барсов или 600 барсов и так далее, и так далее. Это снимает вот то племое, затыкает рты этим таким негодяям, как Грачи, там Симонянки и все прочее, прочее. Вот почему здесь и поставим вопрос о снятии вот того пункта номер 4, который запрещает распространить украинский закон на крымско-татарский народ. Все. Каким образом будут сняты эти ограничения в пункте 4? Нас, по большому счету, простых граждан, не должно волновать и касаться. Мы против этого. Мы заявляем в свою позицию. Мы против этого пункта. Вот этот закон распространяется на крымский татар. Вот вся задача этого пункта. Поэтому, отвечая на мой вопрос, имел, вот это требование. Это требование реабилитации народа как народа, как нации. Чтобы мы требуем восстановить не только конкретные права, ущемленные каждого гражданина, а как на наши коллективные общенародные национальные права. То есть, чтобы была, в конце концов, восстановлена та территория, которая была на депортации. То есть, полстрелки надо возвращать, извините меня, никто их не дарил. Херсонская область. Крымскую автономную республику, настоящую национальную территорию, надо возвращать, чтобы там было предусмотрено механизмы правовой, юридической, законодательной защиты крымско-татарского народа во всех аспектах. Все, я даже ворю. Понятно? Ворю.